Всем доброго дня. Мне тут был задан вопрос, не связанный с моими гусями. Вот тут у меня лапа за что-то забралась в их летний гусятник, где они там летом живут. Разговор был, точнее не разговор, вопрос был, что петух выщипывает у кур или у куры перья и сжирает их. Вопросов, ну, отвечаю, вот смотрите, у меня грязный загон, ну как грязный, сырость, слякоть, он у всех такой, у кого он открытый, я сто процентов это знаю, потому что едва ли кто-то из вас бегает с сухим феном, но мы сейчас про кур. Куры, как видите, сухие, вот лапки только грязненькие, это у меня не все куры, сейчас вот меня услышала, прибежала, думает, может мало ли какие-то вкусняшки дам, и друг другу не выщипают. В том году я, позапрошил, наверное, даже, делал неправильно, то есть я зима, я их закрыл вовнутрь, пускай сидят, ах как так, ведь они могут постудиться, замерзнуть, тоже там был наслышан всякой вот этой ерундой. Так вот, к сути вопроса, почему выщипывает петух или курица друг у дружки, курица бывает лысенькая. Причина первая, это если не хватает витаминов, например, кальция. Причина вторая, это может быть связано с тем, что замкнутое пространство, то есть куры не гуляют. Третья причина, вы, например, воду все вовнутрь положили, у вас повышенная влажность, как вариант. Четвертая причина, если вы не убираете внутри, у вас там сильный запах аммиака, такой тоже может быть, и здесь, так сказать, этого стесняться не надо, надо просто убираться. Я, например, убираю раз в месяц. Некоторые убирают каждый день, а некоторые пишут два раза в день, но я не всем вот этим словам верю. Есть еще четвертая причина. Когда я вам когда-то говорил, что когда замкнутое пространство, все себя чувствуют хорошо, но за исключением есть таких птичек, потому что у них едет крыша, им надо движение. В моем случае, вот сейчас, я их до сих пор кормлю на улице. Гуси мне мешают, чтобы я на них обратил внимание. Кормлю на улице, почему? Чтобы они двигали попой. Вот они сейчас поели, вот видите внутри, много-много у меня там птичек, у меня здесь гуляет, ну где-то треть птиц, может чуть побольше, все остальные внутри. Вот, если я что-то не сказал, что-то где-то забыл, вы, пожалуйста, дополните. Но я так думал, что я сказал все основные причины, притом это не значит, что это какая-то причина главная, какая-то второстепенная. А, кстати, вот еще одну причину забыл. Бывает такое понятие, как внутренняя неприязнь. То есть, например, когда петух или курица взъелись друг на друга, они там, ну, унижают. Или там курица с курицей. Вот еще что. Если я что-то не досказал, вы, пожалуйста, добавьте. Потому что я, еще раз повторюсь, я раньше делал ошибку, ошибку огромную, когда боялся вытащить птичку на улицу в такую вот погоду. Но ничего страшного в этом нет. Они пришли, поели, убежали. Никто из них не болеет при этом. Хотя, согласен, что внешний вид, естественно, не очень. Но мой канал не для показухи. У кого есть показуха, я вчера по этому поводу снял видео. Для меня это было очень интересно и забавно. А вам, ну, посмотрите, может тоже понравится. Всем хорошего настроения. До свидания.